Проект Первого Ярославского, Герои Победы продолжаются. И сегодня мы поздравим участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Переславском районе. Село Ивановское. Здесь живет ветеран войны Лидия Федоровна Смирнова. В 42-м году 17-летней девчонкой она была контужена. Ранение не помешало уйти на фронт медсестрой. Лидия Федоровна, в преддверии Великого праздника 9 мая от телеканала Первый Ярославский позвольте вручить вам вот эти скромные подарки в знак того, что мы помним и любим героев этой Великой Победы. С праздником вас! Большое спасибо! В годы войны сержант медицинской службы Лидия Смирнова помогала раненым на Третьем Белорусском и Дальневосточном фронтах. Офицер был тяжело ранен в живот. И мне нужно было в укрытие его к машине подтащить. Я на шинель его положила и тащила. А сама реву. Ой, мамочка, дорогая. А он на меня пригрозил. Выхватил пистолет. Говорит, в армии паникеров нету. Родину надо защищать-то с чистым сердцем, с отвагой-то. Ну, что я? Дальше? Дальше направляемся к дому Василия Пантелеевича Фирова. Он встречает нас с супругой. Вместе эта пара уже 66 лет. У Фировых три сына, пять внуков и шесть правнуков. Каждый знает историю отца и деда. В войну Василий Фиров был связистом. Обеспечивать связь приходилось под прикрытием артиллерии. Перед боем наша бригада у нас все время на прорыве была. Потому что она дальнебойная была бригада. Ее старались подтащить как ближе к противнику, к передовой. И на случай прорыва уже вступает еще больше наша бригада. Здесь же, в селе Ивановское, проживает Алексей Васильевич Акимов. На фронт он ушел в 17 лет добровольцем. Попал в артиллерию. О войне ветеран вспоминать не любит. Когда над головой свистят пули и рвутся гранаты, мысли 17-летнего мальчишки сводятся к одному. Как бы выжить, не остаться калекой. Лучше сразу умереть, чем калекой. Следующая остановка – поселок Талице. С подарками наша съемочная группа идет в гости к Нине Вячеславовне Макаровой. Служила медсестрой на Северо-Западном и Первом украинских фронтах. Среди многочисленных орденов и медалей, эта мужественная женщина отдает предпочтение самой любимой награде в своей жизни. Это вот награда. Это мне было 90 лет. Это мне подарили внуки. Вот видите, написано. Любимой бабушке за доброту и заботу. Вот это самый для меня дорогой подарок. Такой награде, пожалуй, рад каждый ветеран. Ведь именно для них, то есть для нас, детей, внуков и правнуков, и сражались эти люди. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях.